Ну, вообще, в принципе, пенальти, я не знаю, как для других, для меня, как бы, для вратаря всегда это интересное испытание, потому что, ну, в любом случае, все время давление, все давление на бьющего, поэтому здесь вратарь пропустит, пропустил пенальти, никаких проблем, отбил, отбил, хорошо, здорово, просто, в любом случае, бьющему всегда сложнее, потому что он понимает, что у него большая ответственность, вроде бы, кажется, 11-метровый, нужно просто попасть в ворота, ну, все давление идет на него, Поэтому вратарям всегда проще Я бы не сказал, что это какое-то умение, уже много раз отвечал на этот вопрос, ну, наверное, каждый случай индивидуален, здесь какого-то секрета нет, потому что уже в наше время и бьющие, я думаю, все бьющие готовятся, знают всех вратарей, кто как действует на пенальти, мы вратарей готовимся к соперникам, поэтому здесь, как я уже говорил, чаще всего везет, наверное, какого-то секрета нет Бывает такое, ты знаешь, кто будет бить, но кто будет бить, в какой угол у тебя есть информация, но в последний момент принимаешь решение, гадаешь, угадываешь, здесь такое, всегда все по-разному, в любой момент Ну, когда я отбиваю, да, я потом сам себе говорю, да, я чувствовал, когда я не отбиваю, что, блин, чувствовал, что пробил влево, прыгнул вправо, здесь с задним числом всегда легко говорить Самый запоминающийся, неотраженный пенальти могу назвать, это был с Дюбой в финале Кубка России 20-го года, играть за Химки с Зенитом Вот тот пенальти мне запомнился, что нужно было еще по-другому действовать Можно натренировать, наверное, пробитие пенальти, бьющие есть большая группа игроков, которые здорово бьют пенальти Поэтому для вратаря, ну, наверное, больше тренировать нужно бьющие, бьющие тренируются, отрабатывают удары у каждого какие-то свои фишки Кто-то останавливается, кто-то бьет по-разному всегда, кто-то чередует удары, ну, много всяких моментов, нюансов Ну, сейчас, наверное, самое модное, многие бьющие разбегаются и в последний момент останавливаются перед ударом и смотрят на вратаря до конца То есть, ну, это сейчас вошло в моду, но в последнее время вратари начинают потихоньку раскусывать бьющих Они стараются просто оставаться до конца и пытаться качнуть, как в последний момент Ну, то есть, это всегда такая интересная дуэль для вратаря, ну, мне кажется, любой вратаря кайфует во время финалити Попробовать проявить себя Да здесь тоже, по большому счету, большого секрета нет, то есть, это все в открытом доступе, вратари там пытаются раскачать Кто-то вообще ничего не пытается, стоит до конца просто и практически каждый удар отбивает Ну, то есть, здесь, ну, все до такой степени индивидуально, мне кажется И много ярких примеров, яркие вратари там на больших турнирах, как они действуют, всегда интересно за ними наблюдать Я просто могу сказать и с детства своего, я всегда кайфовал там, как действовал в Андерса, Орди, да, в Милане Ну, как-то вот мне просто нравилась их манера даже игры, не то, что пенальти, но и в том числе на пенальти Поэтому кого-то прям выделить, я не знаю, честно говоря Может быть, я просто не так слишком слежу за футболом, чтобы кого-то выделить, не знаю, честно говоря Ну, по-моему, была вот сумасшедшая статистика у Фомина Много пенальти он забивал подряд у Жо Зиньо, по-моему, тоже была статистика Всегда интересно против таких бьющих, которые, ну, длительная серия, они забивают и встретятся, чтобы прервать серию А так, я честно говоря... Да, ну, кого-то выделять, много у нас футболистов, которые здорово бьют пенальти В нашей команде, в любой другой, ну, здесь кого-то выделять я даже не стану, не знаю Я думаю, что нет, но вот единственный случай, когда, наверное, помогает стоять до конца Это когда бьющий разбегается и пытается смотреть на вратаря Какую-то сторону падает вратарь и пробить, соответственно, в другой угол Но если бьющий разбегается и бьет не сильно, даже средний удар, ну, невозможно среагировать Только что, если что-то возле вратаря рядом, поэтому, как правило, ну, большинство-большинство гадает Ну, все гадают вратаре Ну, вот, если посмотреть, которые, когда это правило ввели, наверное, года три назад, да, это буквально Недавно появилось это правило, лет пять назад, я уже сам не помню То посмотреть прошлую хронику, как вратарь действовали Сейчас некоторые выходили там буквально практически на полтора-два метра Шаг два, там, раскачивай, сейчас, да, сейчас с этим строго Я с этим столкнулся, в том числе, у меня были такие моменты, когда не хватало выдержки Ты дергаешься и выручаешь, но нужно перебить Поэтому, ну, да, такие моменты для вратаря обидные, ну, с этим ничего не сделаешь Это такие-таки правила Естественно, для вратарей это определенные сложности Ну, эмоции, понятное дело, но есть правила, которые не нужно нарушать Это как бы такая ситуация В любом случае, если ты выручаешь и нужно перебить, обидно, естественно, да Что приходит последний, из последнего чемпионата мира вратарь Аргентина Мартинес, как он действовал на пенальти И из последнего, да, и из более воспоминаний детских Надо подумать Ну, наверное, какие-то большие турниры, опять же, чемпионат мира, чемпионат Европы Там, что приходит, эпатажный вратарь португальцев, Рикардо, по-моему, перчатки снимал Там, выручил, но тоже, наверное, какой-то способ воздействовать на бьющих Это вот, что вспоминается из детства Такие вот истории Ну, прям такого желания пробить пенальти у меня нет Потому что, как бы, каждый должен заниматься своим делом А если в серии пенальти дойдет очередь до вратарей, всегда интересная, да Интересная дуэль вратарей Ну, и чтобы целенаправильно пойти во время игры пробить пенальти Ну, это, в моем понимании, это не совсем правильно Но каждый своим делом заниматься должен